друзья огромнейший привет вы на канале делай сам сегодня будем делать очередной проект ведь нам понравится пластиковая бутылка медный купорос самый простейший 90 рублей обязательно одеваем перчатки насыпаем медный купорос бутылочку ну а дальше смотрим приятного всем просмотра заехал в магазин также купил дистиллированной водички нас нальем с вами 450 грамм хорошенько все это перемешиваю получается такой насыщенный голубоватый прозрачный цвет также купила в магазине электролит все это стоит копейки и нальем с вами 100 грамм и заливаем электролит нашу разбавленную субстанцию почему-то свет у меня сразу поменялся охренеть вот так вот получился такой вот свет ну не знаю не знаю получится теперь это не получится да уж давайте попробуем так будем пробовать такую блестящую битку тп h1 сейчас ее хорошенько обезжирю дам просохнуть попробуем засунуть ее в раствор вот товарищи те какую ошибку я сделал друзья конечно я на этом не остановился поехал купил от другого производителя медный купорос сейчас я это быстренько все проделал то же самое тех же самых пропорциях и посмотрим что у нас получится наливаем стаканчик попробуем вчерашнюю битку которую я хотел здесь у меня разведен ложку соды насыпал размешал кальцинирование кальцинированные у меня к сожалению не было часто все хорошенько вытрем и теперь попробуем сейчас вот окунуть но видим эта деталь у нас но она в каком-то чем-то покрыты конечно несколько замедленная уже такая прям ярко как бы вообще я читал литературу что нужно после первого раза все хорошенько зачистить снять вот мы сейчас с вами попробуем таким вот образом 3-4 раза сделать и попробуем наждачкой уже пройти вот возьмем сотую наждачку и то есть видим такой эффект что все четко держится сейчас попробуем еще оцинкованную с вами взял я оцинкованный винт сейчас его окуну в соде все протрем я думаю с первого раза ничего не будет сразу видите какая коричневая стала но это надо все снять потому что защитный слой цинк поэтому он слезает но уже видим цвет уже такой шляпка правда еще пока не ходит более устойчивое покрытие становится так ну понятно что у нас оцинковку тоже можно покрыть я так думаю можно попробовать нанести прям кисточкой сейчас я сделаю так я уже с содой протер сейчас просто будем тут попробовать нанести кисточкой мы видим что прям сразу блин камера так не передает сразу полностью медненная деталь становится слушайте это прям как как идея спастись от ржавчины я думаю не будет ржаветь но хотя не знаю сразу стираем ее снимаем слой первый он нас не устойчивый и наносим второй слой вот как друзья видите медь покрыла прям полностью все на камеру к сожалению так четко не передайте тем более я снимаю на телефон но результат на глаза это у нас зачищенный да грубо говорил был металл сейчас попробуем вот взять метчик более метчики говорят нужно немножко замедлить это будет я не знаю для чего напишите в комментариях сейчас опять также соня то есть видим с первого раза уже эффект чем больше раз мы окунаем тем толще оксидная пленка меди покрывает металл кстати тем это будет также актуальна и как я думаю для рыбаков и тем кто занимается коваными изделиями я думаю тоже будет все это выглядеть четко в итоге что у нас получается оцинковку мы понимаем с вами что тоже можно покрыть медью не знаю чем была битка покрыта тоже покрылась и зачищенный металл обычный черный тоже покрывается весьма хорошо так что друзья пользуемся с таким вот простейшим а самый главный момент я опустил друзья не берите вот такой вот медный купорос причем он был дороже всего стоил я вот 200 граммовый за 100 120 рублей купил тут 90 100 грамм но я так понимаю что подделка потому что вот он вот такого вот цвета выходит а должен быть вот такой сами понимаете вот вам всем спасибо кто посмотрел ролик прокомментируйте жду от вас обратной связи напишите для чего еще можно все же делать меднение я знаю что для хромирования для нанесения серебра золото это очень хорошая штука а еще для каких целей можно использовать меднение все это вам обойдется в 200 рублей без какой то без какого то электричества вот даже вон полежала чуть кисточка и то хром снялся весь тоже замеднилась вам всем еще раз огромное спасибо до новых встреч до новой самоделочки пока пока